Эта опера невероятно популярна в Голландии, то есть это самая бумага эта опера. Какой бы вы арии не начали напевать из этой оперы или хоровую сцену, каждый в состоянии подхватить и продохнуть. Кроме того, особенность этой оперы для Голландии заключается еще и в том, что она по популярности может быть даже выше, чем оперы Верди или Фучини, известные во всем мире. Поэтому Голландию можно вполне поставить на один уровень, например, Чиа Сан и Кать Ли Женчуга. Поэтому, когда они увидели, что в репертуаре нашего театра нет этой оперы, они были, например, крайне люблены, загорелись желанием сделать совместно именно эту оперу. Мы надеемся сделать такую же красочную оперу и в Харькове, потому что Мэрит любит цвета, любит яркие краски. Кроме того, эта опера действия происходит на экзотическом острове Цейлон. Несмотря на то, что есть конкретное место действия, тем не менее, она собирается использовать влияние не только этой части, экзотики именно Цейлона, Индийского океана, но это будет что-то из Африки, что-то из Южной Америки. Потому что, прежде всего, это история о любви. Она могла происходить на любом побережье, включая Голландское, хотя нет, что Голландское может быть слишком холодное для этого. Но надеемся, что вы почувствуете. Вот конкретно этим летом она была в Марокко и привезла в том числе. Эти вещи все будут задействованы в опере. Это будет часть реквизита, бусы, украшения. То есть это собирательный образ. Так же, как и Бизе, который никогда не был на Цейлоне, написал оперу. Вы правильно рассчитывали на то, что там будут танцы, что они будут экзотичные. Но не факт, что в том понимании, по которым у нас привыкли представлять индийские танцы. То есть это будет, ну это кое-как я веду, да, не какие-то изнеженные, утонченные движения. Это будет необузданная энергия, сексуальность в том числе. Людей, которые привыкли драться, привыкли убивать. То есть соответствует своему окружению и тому образу жизни, в котором они находятся. Конечно же, эта история актуальна для любого времени, для любой страны. Потому что это история о людьми, о дружбе и о том, как человек поступает в этой ситуации. Если вдруг вынужден был в течение всей оперы выбирать между дружбой и любовью, и в конце концов он выбрал единственный возможный, правильный способ соединить любовь вместе, что позволило ему, собственно, дальше это нужно, если не близко к тексту. Но смысл в том, что только таким образом, да, отпуская тех, кого любишь, и стараясь поступить по совести, так как назовем, можно продолжать жить и двигаться вперед. В качестве ожидания проблем, пожалуй, что нет. Но если говорить о разнице в постановочном процессе, нас очень сложно расширить. То есть вначале люди просто смотрят, вяло реагируют, какие-то вещи, может быть, даже я бы сказал так, неадекватно реагируют, да, но потом постепенно, когда они втягиваются, понимают, что от них хотят и как, значит, все это можно реализовать. Их уже сложно остановить. В целом разница в том, что в Германии, вообще в Западной Европе постановочный процесс более размеренный, организованный, масса дисциплины, да, все четко попробуем. Все это будет красочно, красиво, просто сцена не будет загромождена такими-то конструкциями, это будет открытое пространство. Основной акцент будет сделан именно на актерской игре, потому что сцена должна выглядеть не так, как сцена, да, где декорации, когда зритель рассматривает вот здесь какая-то интересная деталь, а вот как они там что-то еще здорово сделали, а у зрителя есть возможность наблюдать жизнь на сцене, как происходит. То есть это пространство. Это пространство должно быть, во-первых, крайне важна работа, только благодаря свету, говорит Карл, только ниша. То есть это может быть главным художественным средством, которым можно описывать все, что происходит. Любые эмоции, перемены, то крайне важна текстура, то есть то, что на сцене находится, пусть это немного, но если это, предположим, песок, то это должно выглядеть как песок. В хорошем смысле слова, реалистичность, да, изображение документов, художественным, театральным методом. Не стоит обо всем рассказывать еще до начала спектакля. Зрителям плечей будет выглядеть на премьере. То, что я ожидаю от этого, мне интересно учиться. Мне очень понравилось работать вместе с Галдасинским, это завкафедри Санкт-Петербурга. Он стал знанием князя Игора с Лебедевым, ну, и нашими карифеями, Лукашовым, но так и працювать с режиссером в Голландии, с Марком, мне будет очень интересно. Я думаю, что артистам тоже будет интересно, которую мы не получили в своем вузе, а сейчас приедут и мы увидим, как это працювать с голландцами. Хотя у нас много людей працювали с иноземным режиссером. Продолжение следует...